Вы говорили, по-моему, прийти к Богу, да? Домериться. И для себя я понимаю так, что порой мешает этому какое-то внутреннее эго, типа, я знаю, как надо что-то делать, я хочу делать так, но жизнь зачастую прямо показывает не так. Но вы же мужчина, вы всегда, мужчина всегда знает, что ему делать. Ну, жизнь показывает со временем, что порой это не тот путь, и все же, вот как в детстве, да, дать руку сказать, веди, пожалуйста, меня куда надо, это, ну, непросто, если... Не так, это не веди себя, не веди, пожалуйста, куда меня надо, не так. А как? Есть мужское предание, есть женское. Предание — это вообще процесс познания. Вот, допустим, если вы знаете, как победить танк каким-то другим, более лучшим способом, разве это плохо? Вот кто-то гранатой, а вы, допустим, молитвой можете победить, допустим. Разве это плохо, что вы можете победить? Мужчина, он побеждает. Вот вы преодолеваете судьбу. Допустим, есть методы какие-то простые, а есть не такие понятные, непонятные, но они же все равно есть. Вот, допустим, если вы знаете, как молитвы побеждать судьбу. Разве это плохо? Ну, я буду все пользоваться. Конечно, вот в этом заключается вера для мужчины уже. Как инструмент. Ну, конечно, то есть вы понимаете, что вот, типа, веди меня, я перестану думать, думай ты теперь за меня. Это неправильное мышление. Бог помогает тем, кто сами себе помогает. Просто есть другой образ жизни, по-другому люди живут. Вот, допустим, я в Питер приехал, там муж с женой меня встретили на машине. У меня организатор говорит, можно вас другие люди довезут? Я говорю, а зачем? Они хотят рассказать, как они молитвой победили судьбу. Я говорю, ну интересно, давайте, пускай повезут. Они сели в машину, мне рассказали, что когда они начали лекции слушать, через некоторое время начали учиться молитве, свой крест брать, побеждать судьбу. Все серьезно изучали, на ретриты ходили. И один прекрасный момент, к ним приходят представители власти, так называемые. И говорят, у вас такая фирма классная, продайте нам ее задешево. Те говорят, ну а зачем нам ее продавать, нам и самим нравится наша фирма. Они говорят, ну если не будете продавать, то мы вас тогда посадим, найдем способ. Вот, и они подумали, ну нет у них вариантов никаких защититься от этих людей. И просто думают, будем молиться Богу просто. И они начали вот действовать по этой инструкции. Три круга судьбы и все делали как правильно. Первый круг судьбы – спокойствие. когда пришел, они проверки делают, ничего не могут с ними сделать. Второй круг судьбы прошел, он связан со знанием. Они получили знания, как с этими людьми быть. Бог им помог найти людей над ними, которых они не подкупили. В результате они прошли третий круг судьбы потом. И что, кого посадили? Тех, которые агрессию совершали. Потому что, когда человек свою судьбу побеждает, дальше тем, кто совершал агрессию, приходит возмездие. И те ничего не могут сделать с тобой уже. Все, потому что ты свои экзамены перед Богом сдал. Если человек эти инструменты имеет в жизни, как побеждать судьбу, разве это плохо? Сына сажают в тюрьму, а я молюсь. И его не могут посадить. Один человек рассказывал мне, я когда про позу алмаза рассказал, что она как выдавливает судьбу. И он говорит, мне позвонили с налоговой, говорит, мы к вам придем на проверку, проверять вас придем. Он такой, думает, мне не надо, не нужна мне эта проверка. Сел в алмаз, короче, и на пять психических слоев помолился. Они ему звонят, говорит, завтра придем сегодня, что-то не успеваем. Завтра опять в алмазе он промолился. Они ему опять позвонили. И так он их динамил две недели, потом говорит, ну ладно, мы к ней не придем. Вот и все. Хороший инструмент. Если человек знает, как побеждать судьбу, зачем ему делать то, что не поможет. Лучше делать то, что поможет. На каждое действие есть эффективный способ какой-то. На все случаи жизни есть эффективные способы. И молитва – это очень эффективный способ решать вопросы жизненные вообще. Эффективнейший способ. Мы сейчас будем вот так учиться побеждать судьбу с помощью молитвы. Одна женщина помолилась за мужа и его взяли на войну. Он приехал, она помолилась, прошла три круга судьбы. Он приехал на войну, его там в списках не нашли. И говорит, кто повестку давал вообще? Тебя в списках нет, езжай назад все. Мы тебя не можем поставить на довольствие, потому что тебя нету. Все, поехал назад домой. Война закончилась. Бог помог. Молитва так сработала. И не один такой я случай знаю. Один мой слушатель лекции работал в госпитале. И он в молитве увидел, что госпиталь взорвут. Точно увидел, когда. Всех клиентов своих начал. Без всякого начальства, просто сам. Начал всех больных вот этих вот, которые там лежали. Всех начал вытаскивать оттуда и переносить в другое место. Распределять это на этот день. Ну раз Бог показал, значит все. И он все распределял, распределял. И когда последнего уже отнес и пошел посмотреть, что там еще унести оттуда, в это время взрыв прилетел. И он получил много-много ранений. То есть он прямо взорвало, прямо рядом с ним. И обычно люди не выживают. Но он выжил. Его прям, видите, тут живой, смотря столько осколков там. Все, как бы его полечили. Все, он пришел в себя. По милости Бога выжил. И спас жизни десяткам людей. Понимаете, человек, благодаря молитве это все произошло. Если бы он не помолился, они все погибли. Эффективно? Что это за молитва такая? Все молитвы одинаковые. Молитва означает славить Господа. Не надо думать, что есть волшебные какие-то заклинания, которые помогают, все остальные не помогают. Молитва, сегодня я расскажу, что такое молитва в целом. В любой вере одна и та же молитва. Это просто аллилуйя. Слава тебе, Боже. Или альхамдулилия. Слава тебе, Боже. Или хари Кришна. Слава тебе, Боже. Или ом намо багватева судэвая. Слава тебе, Боже. Как куча всяких направлений. И все одно и то же. Это просто забыть про себя и славить Господа. Перестать думать о своей жизни, о себе. И просто спасибо, благодарить Бога за то, что хорошего в жизни дал. Потому что мы же постоянно прочитаем, а то нам дал то и сё. Мы уже к этому привыкли, а все время недовольны чем-то. Спасибо, Господи, за жену. Спасибо за мир на земле. Спасибо, что в Самару не летает ничего. Спасибо, что я живу, что мне Господь дал жизнь. Быть в достаточности, да? То, что всего достаточно и за это благодарить. А не вот, да и ещё, и ещё и этого. Да, то есть надо понять принцип вот этого. Когда ты благодарен, то Бог начинает милости к тебе относиться. Говорит, раз ты такой разумный, я тебе помогу. Если человек постоянно недоволен, он Богу не нравится. Он не помогает, действует судьба. Что заслужил, то и получил. А если ты благодаришь за всё, крест свой несёшь, благодарен за всё, свой крест несёшь, тогда Бог начинает помогать. Вот этим сегодня будем заниматься. Благодарю. Вот этот мужчина с своей женой, он из Казани. Он сначала приехал ко мне на лекцию в Чебоксары. Со мной залазил в прорубь, там бегал. Потом приехал на лекцию в Нижний Новгород. Теперь в Самару приехал на лекцию. Со мной летел на самолёте вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Он так свой отпуск проводит. Со мной ездит по лекциям. АПЛОДИСМЕНТЫ В Саратов? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ В чем вопрос? Вопрос в том, хотел понять, когда 65 минут не хватает погрузиться в молитву, я из прошлых реализаций прошлых ретритов, уже можно говорить, да? Тогда пару дней надо было воздержаться, я сегодня вспомнил, но в Нижнем Новгороде была такая реализация, что я почувствовал впереди судьбу, какую-то тяжелую, но преодолимую, и либо времени не хватило, либо, как сказать, в общем, хотелось бы глубже туда погружаться, понимать, что там, как там, с чем работать, или это не надо? Процесс познания пошел, это хорошо, но молитва означает только думать о Боге и славить Его, я хочу тебе служить, предание, предание, ты отдаешь себя Богу, и процесс познания идет параллельно, ты чувствуешь, как побеждает судьба, как жизнь налаживается, это Бог, это Его работа, не твоя, твоя работа славить Господа и не думать о себе. И о времени тоже сколько это занимается, 5 минут или больше? Ну, лучше, конечно, думать, вот ты, как, 65 минут сидишь, у тебя цикл прошел, вот эта вот статика, да, прошла, можешь потом встать, походить или сесть, расслабиться, не обязательно уже дальше, в такой жесткой аскезе молиться. По второму кругу не надо в алмазе сидеть там, допустим, это перегрузка для организма уже. А второй раз уже можно настраиваться на то, что было в прошлой реализации, опять, или оно каждый раз новая реализация во время молитвы? Надо славить Господа во время молитвы, а, допустим, что будет Бог тебе помогать, но ты перед молитвой можешь попросить о помощи в чем-то, и там будет помощь идти в эту сторону. Не надо менять направление, вот помогать лучше, пускай, как бы, настройся, вот помоги мне в этом, и не меняй направление. Но постоянно думай о Боге, славь его, лучше одно хорошо проработал, чтобы Господь тебе в одном помог, чем скакать. Ну ладно, со временем усвою будет практика, пойму, о чем вы говорите. Ну, просто, без ничего, вот как мы молимся, славим, 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 а там, что откроется, то откроется. А, ты говоришь о процессе познания. Наверное. Пускай открывается, да, что, что откроется, не надо об этом мусолить, это не надо. Что-то открывается, бывают яркие такие видения какие-то, практически очень мои моменты приходят в жизни иногда, важные, время молитвы. Можно запомнить это, потом подумать об этом. Но во время молитвы надо славить Бога. Хорошо. Хотел спросить еще. Очень важно, когда человек молится, Бог благодарит его, он дает ему духовное знание. Человек, о, что-то открывает для себя. Но не надо на этом зависать, потому что мы чем занимаемся? Мы славим Бога, служим Его, и время это очень важное для нас. Потом можно подумать, что ты увидел, потом, после молитвы. А сейчас, просто славим Господа, час-пять минут, и все, и больше ни о чем не думай. Спасибо. Хотел только спросить, как правильнее трактовать любоподействие, которое дам, и есть? Ну, что тут непонятно? Я вообще не понимаю. Есть жена, есть другие тетки. А, это этого касается? Да. Они из меня, это как-то? То же самое. На всякий случай, чтобы не забыл. Благодаря вам. Ну, это флирт, флирт по-русски. Флирт при любодействии, флиртовать там. Привлекать внимание других девушек. Последний вопрос. И сейчас будет настройка, и потом молитва. Вот мужчина. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Второй раз вы меня выбрали. Благодарю вас. Вопрос такой более технический у меня, что меня интересует. Я от вас слышал не раз, что вот именно такая молитва, короткая для победы на суббой, она хороша до 7 утра. Ну, если брать режим дня. Она всегда хороша, но сила ее тает постепенно. Чем выше солнце поднимается, тем тает больше молитва. Потом она спускаться начинает еще больше таять, сила молитвы. Ну, вот я долго думал, что до 7 утра не успел, значит уже как бы и смысла нет. Нет, неправильно. И еще, что меня очень интересует, это вот можно ли словами как-то вот описать то, что ты видишь, ощущаешь во время молитвы, когда ты именно забыл про себя и настроился на Бога. То есть, когда ты, если ты прям очень сильно духовно настроился и чувствуешь благодать, в какой-то степени ты можешь описать словами, но полностью нет, конечно, как ты это опишешь словами. Ну, вот я, например, у меня начинаются такие приятные ощущения внутри, когда удается оторваться от себя. Вот это, как вам сказать, просто я хочу какой-то иметь критерий, что ли, вот как-то лучше понять, что я правильно двигаюсь. Ну, вот приятное ощущение, это правильно. Да. Но еще правильнее не сильно на этом концентрироваться. Да, да. А думать о том, чтобы сделать приятно Богу. Он вам приятно делает, а вы ему приятно делаете. Ну, приятно, это что? Это значит славить Его, благодарить. Хорошо. А он радуется в сердце и ощущения вам дает, а вы ему делаете приятно. Ну, это здорово. Наверное, все. Спасибо вам. И сражайтесь, только ему будет делать приятное. Бог вас пытается победить, он вас сделать счастливым хочет, а вы его. Кто кого победит? Если вы такие, как бы, ой, мне хорошо. Значит, он вас победил. Он вас сделал счастливым, а вы его не смогли сделать, потому что вы о нем забыли. А, и я забыл, тоже очень хотел бы у вас узнать первую вещь. А можно ли, например, на тренировке концентрации? Концентрация зависит от двух вещей. От силы и от любви. Сила увеличивается от веры. Вера всегда связана с победой. Когда человек чувствует победу, он когда-то в молитве победил хоть раз в жизни. У него победа эта ощущается, и вера вот эта вот дает сильную концентрацию. Он чувствует победу, когда человек сильно концентрируется. Когда человек чувствует поражение, он теряет силу, слабым становится. А когда человек чувствует победу, он становится сильным, таким крепким. И вера – это ощущение победы. Когда человек верит, он очень сильно концентрируется. Вера в победу. И второе – любовь, концентрация. Когда человек любит, он вообще про всё забывает, только помнит о том, кого любит человека. Вера даёт силу, концентрацию внимания. А любовь привлекает, даёт счастье, наслаждение объектом. И любовь, она связана со святостью всегда. Ты вспоминаешь святого человека, вспоминаешь духовную мелодию очень красивую, которую ты любишь во время молитвы. Можешь её включить даже. И она даёт тебе сильную концентрацию, потому что ты любишь, и у тебя есть вера. Вот эти две вещи. И это надо увеличивать, взращивать в сердце. Если ты ещё пока не сильно любишь, учись этому. Любовь состоит из глубокого восприятия. Если ты глубже понимаешь старшего, сильнее любишь. Если глубже чувствуешь победу, больше концентрации. И так постепенно молитва углубляется. Сильно очень молитва, когда ты полностью так зафиксирован на Боге, как камень направлен на Него, тебя не оторвать. То тогда судьба не может с тобой ничего сделать. Потому что если память только направлена на Бога, судьба теряет силу, растворяется и всё. И слабеет, и сгорает. Ничего она не может с тобой сделать. Она слабеет под твоей силой веры и любви к Богу. А сейчас мы просто что делаем? Мы создаём очень много благоприятных возможностей погрузиться в молитву. Так как я изучаю эту тему, я делаю определённые выводы. Например, я сделал вывод, что если от сердца медленно повторять молитву, не торопясь никуда, очень медленно, концентрация увеличивается. Если на один выдох делать молитву, то концентрация увеличивается. Если не двигаться, концентрация увеличится. Если повторять громко хором, громко концентрация увеличивается. Хором концентрация увеличивается. Если в определённых положениях тела концентрация увеличивается. При определённой комбинации пальцев концентрация увеличивается. Если духовный звук молитвы идёт параллельно, и ты определенной интонацией соединяешься с этим духовным звуком, концентрация увеличивается. Если есть старший, который как бы объединяет всех, концентрация увеличивается. Если есть правило, например, первое правило — выключить звук звонка мобильных телефонов. Если вы не выключите, то он зазвенит, и люди отвлекутся, и Бог вас проклянет. Вот скотина, ему сказали, он все равно упрямый, как баран. Выключайте свой мобильный телефон. Нельзя, чтобы они работали. Люди, когда будут молиться, очень глубокое погружение, нельзя их отвлекать ни на секунду. Это самое главное время в жизни. Именно кто не отключил, тому и зазвонил. Будет стыдно очень. А теперь я рассказываю настройку вам. Вы сами хотели ретрит, правда? Вот я, значит, вам даю настройку. Сейчас будет ретрит. Это уже не лекция. Это означает, что придется предаваться. Здесь прекрасное помещение для ретрита. Просто вот очень хорошее подходит. Звук отличный. Свет отличный. Покрытие прекрасное. Вот, не холодное. То есть все удобства, условия. Места много свободного. Можно распределиться. Просто с шикарной возможности в этом помещении для ретрита. Вот. Сейчас мы с вами будем... Ну, сначала объясню, как все будет протекать. Вот Валентина сидит у нас онлайн. Думает, о, как хорошо им повезло. Что там, в Самаре. Вот. Что у них такие хорошие условия. Вот. Все онлайн готовы тоже. Они хотят тоже помолиться. Им нравится очень. В Киеве такие сидят счастливые. Сейчас будет ретрит. В Вильнюсе, в Кирове, в Риге, в Новосибирске. Все счастливые. Но комната пустая. Руслан, он один даже, все равно приходит. Несмотря на что. Вот. Хорошо. Все собрались. Лен, сколько у нас онлайн участвует, примерно? 200 человек. Вот. 150 здесь онлайн. 250 человек у нас будет участвовать в ретрит сегодня. Хорошо. Значит. 65 минут будет молитва. Мы будем повторять распев очень медленно. Аллилуйя. Будет Аллилуйя. Вот. Два слога такие. Как это настраивается, я вам скажу позже. Во время этого 65 минут вы не сможете никуда выйти. Поэтому, если у вас есть, или вы предполагаете, что будет зов сердца, то нужно выходить прямо сейчас. Или не только сердце. Лучше, да, вот не стесняясь, пойти прямо сейчас, чтобы мы вас подождали и дальше продолжили. Давайте все вот, не бойтесь, идите, сходите. Чтобы не было мучительно больно потом, за то, чтобы прервались во время молитвы. Пока все пошли решать вопрос своим организмом, вот, все остальные по молитве задают вопросики опять. Продолжим вопросики немножко. Дедушка ушел в 16-м году, но в моем сердце... Да, молился и вопрос в том, как... Сколько молились по времени? По времени? Ну, сколько дней молились? Не знаю, я не читал. Когда он ушел, где-то неделю молился. Это очень мало. Мало? Очень. Ну, то есть, недовлетворение не потому, что вы время с ним не проводили, а потому, что вы недостаточно времени молились за него. Вот это недовлетворение в этом. Еще не поздно помолиться. А правильно ли посвящать круги мантра священной именно вот этому человеку или просто повторять для себя? А человек никогда для себя не повторяет. Мы всегда славим Господа и думаем о Нем только. Все. Вот мы для Него это делаем. Но перед молитвой можно сказать, пускай плоды этой молитвы получит мой дед. Потому что плоды молитвы всегда надо кому-то отдавать. Это не значит, что вы нищим станете, останетесь без плодов. Вы путаете материальные законы с духовными. Вот если я улыбаюсь кому-то, улыбка мне вернется. Я без улыбки останусь или получу новую улыбку. А если я улыбаюсь 150 человеком, сколько мне улыбок вернется? То есть если я буду много молиться за него, то это вина и тянется, сердце уйдет, да? Да. И еще вы милость от Бога получите. И ваши плоды вы не потеряете. То есть если вы за кого-то молитесь, то через вас же все равно идет эта сила божественная. И вы получаете только благо от этого. Человек, когда помогает другим, он не ссягнет рука дающего. То есть не останетесь вы без блага. Вот эти люди, которые говорят, ты сначала помолись за себя сколько надо, а потом за других будешь молиться. Это такое бредятино вообще просто. Нет такой молитвы за себя вообще просто не существует. Есть только молитва за других. Ты все равно в молитве только славишь Господа, а о себе не думаешь. Ты этим занимаешься. Только думаешь о Боге. И заодно помогаешь еще кому-то. А чтобы моя молитва точно дошла до него, мне нужно перед молитвой его вспомнить, и каков процесс вообще? Да, это не ваш процесс вообще. Вот вы сказали, я для дедушки это делаю. А Бог как по телевизору посмотрит, смотрит вашу жизнь постоянно. И он услышал все. Не надо типа, ты понял, ты понял, что вот для дедушки или нет? Некоторые думают, что Бог, он старый уже такой, он сидит в сердце, он уже вечно живет, уже старый такой. Ему надо 10 раз сказать, а то у него Альцгеймера, может там, или склероз. И он такой, ты еще раз тебе говорю, для дедушки, понимаешь, для дедушки. И Бог такой, а, а, хорошо, все понятно, для дедушки. То есть если я дал обед повторять, например, три круга молитвы в день, то если даже их восхищать дедушке, все равно я как бы свой обед выполняю, да? Конечно, они остаются с вами, эти круги. Никуда они не деваются. Хорошо, спасибо. Это глупо так думать, что ты можешь что-то духовное отдать, и тебе никогда не вернется это назад. Это все равно, что я сейчас вот улыбаюсь для себя, вы когда я улыбаюсь, вы улыбаетесь, но это для меня все. А потом я для вас буду улыбаться. Это нормальное мышление или нет? Я вот улыбаюсь, и я говорю, это для меня, для меня сначала вот. Я две улыбки для меня, потом три для вас. Это нормальное мышление или нет вообще? А? Нормально? Нет. Куда оно взялось вообще? Как можно для себя улыбаться? Ты улыбаешься для всех, и все радуются тебе, и ты получаешь благо от этого тоже. Когда человек для дедушки молится, какое благо он получает? Сегодня у нас, смотрите, неиссякаемый поток мандаринов. Заряженный для вас. Какое благо ты получаешь? Ты для дедушки вымолил деда, он из ада пошел, вышел из ада. Из-за молитвы, из-за твоей. Какое благо ты получаешь? Непонятно? Нет, благо такое же ты получаешь. Вот ты уйдешь из жизни, и за тебя будут молиться, и не дадут тебе в ад попасть. Потому что ты сделал сам такое дело, и Бог тебе награждает тем, что ты такое же получишь, тоже благо. Так что, получается, для кого молился? Для дедушки, и заодно и сам получил благо. Люди, которые духовной практикой занимаются, они самые хитрые. Потому что они получают больше всех благ. За дедушку молишься, и все равно получаешь благ. Не надо бояться за кого-то молиться, что типа на меня молитвы не хватит. Она всегда ваша молитва. Сколько ее не отдавай, все равно с вами остается. Значит, на ваш вопрос. По молитве? Ну, а мы только по молитве. У меня вопрос. Как правильно подготовиться или пройти период? Период? Плохой период? Сады сати. Ну, сады сати — это период, когда твои грехи с прошлой жизни на тебя валятся. Он учит человека силе духа. У меня сейчас сады сати идут. Я вижу, откуда, что грехи там с прошлых, с позапрошлых. Если там не хватает прошлых, позапрошлых, то они из позапрошлых приходят. То есть, чем больше ты очищаешься, тем больше на тебя приходят все дальше, дальше грехи. Ты очищаешься, Господь думает, ну, какой молодец, давай-ка мы еще. И там, да, те грехи еще там издалека. В этот период человек этот период предназначен для очищения от грехов. И когда грехи действуют, я рассказывал, но, наверное, еще не были здесь в зале, и рассказывал, что есть три вещи, которые портят время. Оно портит психофизическое тело, блоки создают. Поэтому ты очищаешься аскезами. Неподвижное положение тела, пребывание в воде, длительное движение, пост. То есть, вот такие аскезы методически написаны. Оно портит тебе связи с людьми, ниточки засоряет. Ты поэтому желаешь всем счастья, делаешь добрые дела, очищаешь связи с людьми. И портит, в целом, непреодолимая судьба приходит к тебе, которую ты сам своим силам не победишь. Тогда ты молишься Богу, славишь Его, и Он непреодолимую судьбу твою побеждает своей милостью. Вот так побеждает Садисатия. Три типа действия. Аскезы, добрые дела и молитвы. И все больше ничего не надо здесь добавить. Все помогает прекрасно. И здесь куда пойдет? Вот, допустим, у меня плохой период начался. У меня начали там предавать меня, разрушать мое служение Богу. Вот там я для Бога храм там делал, строил, его начали себе присваивать собственность. Я молился Богу, и я почувствовал жар внутри сильный. То есть смотрю, энергии воды не хватает. Начал в воде стоять, статические упражнения делал, жар прошел. Потом безысходность, начал бегать. Я всегда это делал. Просто то жар, там вода помогает, то бегаешь, помогая длительное движение. Потому что воля теряется. Когда воля теряется, ты бежишь. Когда настроение портится, пост помогает. Солнце помогает. Ну, то есть ты всегда делаешь то, что у тебя забирает судьба, какие-то силы, а ты их восполняешь. Добрые дела тоже. Чувствуешь, как проседает жизнь социальная, большее служение людям. Чувствуешь непреодолимую силу действовать. Предаешься Богу, молишься, славишь Его. И вот так живешь. Сады сати означает разгребать грехи. Вот остальное время жизни мы наслаждаемся, а в это время разгребаем грехи. Все, что накопили, то на нас валится, и мы разгребаем это все. И разгребаем означает аскезы, добрые дела, молитвы. Три вещи. Все, больше ничего не надо. Спасибо большое, записал. Надо методичку вычитать и все делать по методичке там. Добрые дела изучайте, как делать. Молитвы тоже, у нас ретриты для этого предназначены. У вас вопросы по молитве, да? Нет, вот девушка, вот. Спасибо, Олег Геннадьевич. Я хотела, знаете, спросить такой вопрос, может быть, он немножко глупым покажется. А все вопросы глупые. И все умные тоже. Потому что кто-то знает ответы, кто-то не знает. У нас в прошлом году очень долго болел наш дядя. У него поставили онкологию, и в конце года, вот перед концом года он ушел. Мы все молились за него. То есть его жена, вот она была на первом дне лекции. Не плакала всю лекцию, но ей очень помогло. Потом его сестра, которая его лечила все это время. То есть она заботилась о нем. В больницу приходила и все организовывала. И мы, как его близкие и родные люди, очень переживали и вот очень сильно старались ему помочь молитвой. У меня, знаете, какой вопрос? Вот он, понятно, что так как болезнь, она мучает человека. У меня вот в конце уже... Мучение это отработка судьбы, человек очищается от этого, от того, что болеет. Это тоже милость Бога. Прежде чем уйти из жизни, человек чистится сначала, чтобы в ад не пойти, очищает свое существование. Болезнь как милость. Потому что люди, которые милости не получают, они уходят там в пьяном угаре, допустим. И в ад уже уходят в бессознательном состоянии, страдают перед уходом. Поняла. Он вел очень чистую, светлую жизнь. То есть вот он добрее его, вот как вот все родные считают, что вообще нет человека. Ну смотрите, онкология это что? Динамический блок плюс токсины. То есть динамический блок это напряженная психика. Токсины означают негатив какой-то. Все равно был какой-то негатив. Может быть он мясо ел. Мясо если человек ест, он может даже не думать плохо, а просто само поедание мяса оскверняет жизнь человека. Потому что это продукт убийства. И это может привести к онкологии. Уже ученые даже знают, что мясо это канцероген. Он приводит к онкологии человек. Поэтому нужно очищать психическое тело, чтобы не болеть онкологией. И онкология это динамическое напряжение плюс токсины. Поэтому как профилактика онкологии какая? Длительное движение, брус-пост. И бросить мясо, рыбу. И на ночь что-то наедаться. Если человек это делает, заблаговея именно, он не заболеет онкологией. А если заболел, значит уже есть какие-то блоки, которые он не вылечил. Они привели его к смерти, то есть к временному уходу. Ему было 72 года. А, ну нормально, пожил. У нас просто вот, у меня точнее возник в сердце в конце уже вопрос, что вот наша молитва, она могла ли ему таким образом, ну то есть Бог видел, наверное, вот эти вот молитвы наши, и мог ли он ему продлевать таким образом жизнь? Ну то есть, соответственно, жизнь как мучение. Потому что все-таки он много мучился перед тем, как уйти. Молитва – это всегда милость. То есть она дает милость человеку. Она очищает его душу, он идет в рай после молитвы. Как его зовут? Иван. Он пошел выше земли, чуть-чуть выше земли пошел. Это хорошо. В основном все ниже идут, а он чуть-чуть выше пошел. Улучшил свои условия жизни. Еще вот 40 дней не прошло, то есть мы вот в таком спрашивании, никому не снится, и вот какая-то такая тишина внутри. Ну, значит, это признак, что все хорошо. Спокойствие, значит, все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Ну ладно, все, все собрались, да? Все? Нет, все, мой хороший. Все, все собрались? Хорошо, тогда начинаем настройку. Значит, первое, что надо знать, это то, что сильно молитве помогает, когда человек совершает аскезу неподвижного положения тела. Есть положения тела, которые примерно с одинаковой скоростью чистят психическое тело. Кто у нас будет моделью? Вы хотите, да, показывать? Давайте девушка, вот модель, и Володя. Две модели, на сцену на другую. Все, вот молодцы такие. Да, вот сейчас, да. Значит, первое положение тела, вот вы будете, как Володя, делать. Володя все знает, он уже у нас не на первом ретрите был. Заходите вот сюда вот. Первое положение тела, это стоять возле стеночки. Вот здесь, вот здесь, возле столбиков встаем, чтобы все видели, как вы стоите. Вот так, да, вот так, ага. Ножки отодвигаем чуть-чуть, вот так, чтобы если блок наступил, вот как у девушки она говорит, блок наступил и плохо стало. Если блок наступает, и вам становится плохо, то вы не упадете вперед ногами, а просто спуститесь по стеночке, так. И все. Да, вот так. Вот, и все. Потом опять чувствуете, легче стало опять стать. Вот. Значит, очень важно знать, что когда очень плохо становится, ты стоишь возле стеночки, прям тяжело стало. То есть возможность облегчить себе жизнь, это на 20 секунд присесть просто. Раз, присел на 20 секунд, посидел, 20 секунд, не больше. И потом опять встаешь. И дальше молит. Так раза три можно за 65 минут сделать, если прям совсем не можешь уже стоять. Вот. Положение стоя, оно дает возможность выдержать удар судьбы. Вот первый удар судьбы, когда тебе бьет по башке, и ты, а-а-а, не знаю, что делать, стоя помогает. Вот если стоя молиться, это сильно помогает первый удар судьбы выдержать. Понятно? Для чего это положение стоя могут делать только те люди, которые уже... Чего у нас светомузыка, зачем? Вот. Нет, нет, не надо, да, не надо темно, лучше светло сделать, как было. Все сейчас спать будут. Давайте сделать светло, все нормально, ничего не меняйте. Все, я скажу-ка, если будете, вот так, все, вот так оставьте. Не надо делать темно, все заснут, и все. Я леку отцу и некому будет читать. Положение стоя могут делать только те, кто его уже делали до этого. Потому что это положение самое опасное. Оно может вызвать потерю сознания во время ретрита. Понятно? Поэтому делайте... Вот кто из вас уже стоял во время молитвы? Есть такие люди? Вот вы можете стоя делать. Все остальные должны выбирать другие положения тела, которые мы сейчас будем перечитать. Если стояла, то не должна ваша активиста еще? 20-30 минут? Ну, 65 минут это опасно уже будет. С вашим весом еще опасно. Можете сводиться. На коленях или единственное, что на коленях? На коленях нормально, да. Итак, 13 минут отчаяться один психический слой, потом дальше 26 минут следующий, потом следующий, следующий, следующий. Так 65 минут, 5 слоев психических. Если ты поменяешь положение тела, стоял, потом решил сесть, все заново чистка начинается. Ты, значит, не всю судьбу побеждаешь, только часть. Первый слой отвечает за наши отношения с окружающим миром. Первые 13 минут лечатся отношения с нашим, с окружающим миром. Вторые 13 минут, если ты не меняешь положение тела, лечатся эмоции человека, его эмоциональная связь с людьми. Третьи 13 минут, это с 26 минут до 39, лечатся мысли человек. Четвертые 13 минут лечатся настроение или настрой. Работать, если не хочу, значит блок. Настрой лечится. И последние 13 минут лечатся наше глубокое ощущение счастья, побед над судьбой, бредной привычки лечатся. Поэтому те, кто доведут до 65 минут, они будут лечить уже глубокую судьбу у себя. Следующее положение тела называют стоя на колени. Тоже боком, боком. Можно, да, можно здесь вот поближе, чтобы видно было, видно всем. Да, вот тут примерно так. Стоя на колени, вот так вот. Это положение тела уже не удар судьбы первый, как бы дает возможность выдержать, а принятие уже судьбы. Допустим, ты понял, что жена такая эмоциональная, что будет тебя мучить, уже первый удар судьбы выдержал. А если на коленях, это стоя, когда ты молишься. А если на коленях, ты вообще привык к ней, она тебя вообще не беспокоит. Вообще тебя не мучает, ты уже привык к ней. На коленях уже человек вообще принимает и нормально себя чувствует. У меня один знакомый был, он говорит, ну, он никак не мог справиться с женой, вот с его характером. И начал на коленях молиться, и у него получилось справиться. Он говорит, все на коленях молитесь, так классно. Все, не беспокоит жена потом вообще. Если перегрузка пошла, все отекает, жар в теле, мурашки пошли, тяжесть какая-то, тошнит, то тогда на 20 секунд вы покошачьи вот так руками на пол облокачиваетесь, вот так раз, покошачьи. И потом опять назад. Можно 2-3 раза так делать за 65 минут. Если вы больше отдыхаете, то уже чистка заканчивается, и вы не сможете победить всю судьбу. Не меняйте также положение тела. В каком начали, таком и дальше идете. Два положения тела узнали, в которых можно побеждать судьбу. Следующее положение тела – это поза алмаза. Это сложное положение тела. Если вы никогда не делали, лучше не делали. Вот так садишься. И здесь два варианта. Облегченный вариант – это носочки под себя подгибаешь, стопы вот так вот, да. Вот. Первый вариант – под себя подгибаешь. Это облегченный вариант. А второй – как балерина, вытягиваешь ноги вот так. Вот вы сейчас как балерина, да. Да, да. Первый? А первый не так, а на носочки садишься просто, как бы на пальцы встаешь. Просто в этих ботинках, наверное, неудобно. Вот так, да. Первый – вот так, а второй – облегченный, вытягиваешь носочки. Лучше в обуви не делать позу алмаза, она будет потом мешать, стягивать, все. Вот так. Лучше вообще ее снять сейчас, когда показываете все. Да. Вот поза алмаза очень тяжелая. Все быстро затекает, начинает. В ней очень тяжело делать, поэтому лучше не надо. Вот. Следующее положение. А поза алмаза, она выдавливает судьбу. Вот так вот. Судьба не может к тебе приблизиться, если ты в ней сидишь. Я вам про налоговую инспекцию рассказываю. Это позе алмаза человек молился. Не давал ей зайти в офис судьбе. Муж, допустим, хочет уйти из дома, а вы в позу алмаза, как он молит, на пять слоев, в шер пять минут каждый день. И он хочет, у тебя не может. Так вы его держите так, и все. Вот. Если плохо становится в позе алмаза, то по-кошачьи опять встаем, вот так раз, вот так вот. Отдохнули 20 секунд, и опять поза алмаза. Какое положение тела выбрали, в такой мы находимся 65 минут. Два-три раза можно прерываться, вот так вот. Отдыхать чуть-чуть. Следующее положение тела называется поза бабочки. Оно самое легкое, ну, легче всего делать в основном людям. Это стопы вместе, колени врусь, вот так вот сидите, поза бабочки, вот такое. Можно за руки держаться, можно вот так, вот если у вас спину не надо подержать, можно вот так, да, сидеть. Вот. И вот так сидите. Если затекло все, плохо стало, то по-турецки сели на 20 секунд, по-турецки раз, вот так, на 20 секунд отдохнули, а потом опять в позу бабочки. Кому не видно, можно вставать, смотри. Потом опять в позу бабочки. Вот поза бабочка, стопы вместе, колени врусь, вот так сидите. Вот. На этих стульях вы не сможете сделать позу бабочки. А вот другое положение тела, которое сейчас мы покажем вам, поза бабочки нужна для гармонизации. Она увеличивает доброту, спокойствие, гармонию с окружающими людьми, чтобы не выносить никому мозг, по-доброму ко всем относиться. Это лечит также бесплодие, женское и мужское. Поза бабочки очень полезная в положении тела. Все, следующее положение тела, которое на стуле можно сделать, называется облегченная скрученная поза. Да прямо вот на этом стуле вы можете сделать. Вот так садитесь, вот ногу одну под себя подгибайте, а другую заворачивайте вот так сбоку. Да. Вот так. Вот не меняйте, оставьте вот так. Значит, если правая нога сверху, то воля увеличивается. Нет, через ногу. Вот так, да. Вот так. Правая нога сверху, воля увеличивается у человека. А если левая нога сверху, то контролируются мысли и эмоции. Понятно? Если тяжело стало, сели по-турецки, расслабились на 20 секунд, а потом опять скрученную позу. Также на стульчике, возможно, у вас получится полулотос. Полулотос. Это одну ножку на другую, другую подгибаем. Вот так вот тоже. Если правая нога сверху, то воля тренируется. А если левая нога сверху, то тренируются эмоции. Скрученная поза не рекомендуется незамужним девушкам. Но очень красивым можно. Потому что скрученная поза, вот предыдущая, она увеличивает вашу отгороженность от людей. Если вы так сидите, вас никто не замечает. Если вас все замучили, то можно в скрученный пояс, чтобы никто не замечал. Вы отдыхаете от людей. А полулотос, вот это положение тела, увеличивает концентрацию внимания. Дает возможность сильно сосредоточиться на молитве. И полулотос, мне кажется, на стульчике вы поместитесь, если соседа рядом нет. И нам надо рассаживаться. Все положения тела, которые я вам хотел, я вам показал. Если вы не сможете ни одно из этих положений делать, можете сидеть по-турецки. Просто ноги скрестили, вместе вот так сидим по-турецки. Это примерно 50% результата от молитв. То есть положение тела аскезу не делайте, значит результат будет слабее. И самый слабый результат это просто сидим на стуле со свешенными ногами. Но со свешенными ногами можно сидеть с пожилым возрастом, люди сильно больны, уже они не смогут аскезу делать. Все, в принципе, мы показали все положения тела. Подождите, подождите, еще не все, настройка только началась. Я только вам начал про положение тела рассказал. Все сидят на своих местах, никто никуда не бежит. Места хватит, зал большой, здесь все распределятся хорошо, без проблем. С ортопедическим стулом? Поясом? Можно? Можно, почему нет? Можно, да? Не, нормально. Вот. Дальше поехали. Ну, тогда можете сидеть дальше в алмазе и потом плохо становится, раз по-кошачьи, потом назад. Вот так вот. Можно попробовать? Ну, попробовать 65 минут, да. Вот. Если вы будете сидеть на стуле и не хотите вот полную аскезу делать, хотя бы одну ножку подогните под себя, и то будет хорошо уже. А если вы в пожилом возрасте, можете просто сидеть. А если вы в молодом возрасте и просто хотите профилонить, то тогда вы потеряете время взгляд. Если человек не делает аскезу, значит, он не молится, силы, толку нет. И еще хочу вам сказать одну вещь, пожалуйста, вот умоляю вас, повторяйте моих вслух, никаких про себя здесь не надо. Вот только вслух. И еще прямо сильно-сильно прошу вас, не повторяйте никаких других молитв, кроме той, которую я вам сказал. Пожалуйста. Ну, все молитвы одинаковые. Ну, Аллилуйя, это то же самое, как Аль-Хамдулили, только одно на арамейском языке, другое на арабском языке. Не надо вот принципы здесь делать, что-то другое повторять, вы мешать всем будете просто. И дизонанс создавать, атмосферу в городе. Вот. Следующее. Изучаем дальше, что можно делать. Большой пальчик — это я. Указательный — это моя воля. Я соединяю большой пальчик с указательным, значит, у меня воля к победе увеличивается. Я хочу победить, преодолеть все трудности. У меня воля к победе увеличивается, у меня сила пошла. Я такой, ааа, все, преодолеваю все трудности. Понятно? Мудрые изучаем с вами, мудрые. Если ручки вверх повернуты, все мне помогают. Люди все помогают. Если ручки вниз прижаты, то тогда никто мне не мешает. Я тогда сам по себе. Ручки открыты, значит, все помогают. Вот. Второй палец, вот я буду, этот палец. Второй — это возможность не уставать. Работоспособность повышается. Вот я буду так, большой и средний палец. Потому что вас много, я один, мне надо силы, чтобы хватило, я поэтому так буду делать. Если вы первый раз на ретрит пришли, ничего не понимаете, чувствуете неуверенность, тогда большое с безымянным соединяем. Неуверенность пройдет сразу, уверенность появится, все, я все смогу, у меня все получится. Когда большое с мизинцем соединяете, тогда в этом случае увеличивается концентрация внимания, и речь улучшается. Ну, допустим, вы там начали крепеть, повторяете, когда кашляете, когда с мизинцем надцепляете. Нельзя на одной руке одну мудру, на другой другую делать. Это дисбаланс создает. Но можно, если вы хотите больше всего, чтобы было, тогда можно вот два вот этих пальчика вместе соединить, тогда воля и работоспособность. И два вот этих увеличивается, уверенность и концентрация. Ну, вы знаете, вот такие, так крестятся или вот так крестятся. Ну, то есть это мудрый тоже оказывается. Вот. Есть одна мудра, которую мне сказали буддисты, что она тоже есть такая мудра. Это когда ты, вот, большой со средним, и еще вот это вот пальчики, вот так вот. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok